13.08 в Кирове начинается программа «Особое мнение» в студии Анна Лапшина и сегодня мы будем слушать особое мнение Юрия Шлемензона, главного редактора, генерального директора телеканала «Рэнкеров». Здравствуйте, Юрий Львович. Добрый день. Добрый день. Напоминаю, что нас можно не только слышать на 101.0 FM, но и видеть. Работает онлайн-трансляция эфира на нашем сайте eho.kirova.ru. Там же можно задать вопросы гостю через форму анонсов «Пишите, мы следим». Юрий Львович, представляю вас, чуть не сказала член Общественной палаты Кировской области, но уже нет. Да, но инициативы ОПКО нам никто не помешает обсуждать, тем более, что сейчас мы будем говорить о теме, которая стартовала еще в прошлом году, в то время, когда вы были членом Общественной палаты Кировской области. Речь идет о рабочей группе по контролю за ремонтом и содержанием дорог. Мы много об этом рассказывали в нашем эфире, вы, я думаю, тоже обращались к этой теме. Как вы думаете, от работы рабочей группы есть какой-то эффект? Пришла весна. Пришла весна. Рабочая группа, я думаю, что активно будет продолжать свою работу. Мы увидели, что, я думаю, что это благодаря воздействию этой рабочей группы появилась карта, которая показывает участки дорог, которые находились на гарантийном обслуживании. Мы уже более ясно и точно понимаем, кто отвечает за тот или иной участок дороги. Так, а что вам дает это понимание? Были изменены условия принятия решений по тендерам на очередной ремонт, где учитывались замечания и предложения этих рабочих групп. Что нам дает возможность гарантии? Я понимаю, что в этом году на гарантийный ремонт будет обращено серьезное внимание. Об этом уже говорили и члены правительства Кировской области, которым небезразлична территория города Кирова. Я думаю, что в плановом порядке будет осуществляться гарантийный ремонт, а там, где это будет не осуществляться, я думаю, что система судебных исков будет действовать в этом году. Очень надеюсь на это. Да, вот смотрите, какая история. Месяца полтора назад к нам в эфир приходили как раз члены рабочей группы по контролю за ремонтом дорог Виталий Брам и, по-моему, Багир Шарифов. И рассказывали они следующее. Компании, которые занимались ремонтом дорог, они ремонтировали фактически только внешний слой. То есть, может быть, небольшая подложка и там какой-то промежуточный слой асфальта и внешний слой. Дороги разрушаются, как говорят эксперты, не поэтому, а потому что подложка и все, что под ней, проседает, опускается и прочее. Он говорит, что дороги не рассчитаны на ту нагрузку, которая сейчас есть. А перспектива судебных исков в таком случае какова? Он говорит, что они будут в рамках заключенных контрактов. Существуют определенные факторы и оговорены условия того места, которое они ремонтировали. Вот если компания выполнила определенный вид работ, который был оговорен контрактом, который гарантирует состояние дороги на определенный период, то вне зависимости от того, как они это делали, лучше, хуже, меняли подложку, не меняли, они все равно за этот участок дороги отвечают. Это и есть условия контракта. Поэтому они могли раньше вложить деньги свои в нужные правильные технические условия ремонта дорог. Или это им придется делать сейчас, чтобы в дальнейшем та гарантия, которую они давали, сохранялась, и они несли дополнительные затраты. А я правильно понимаю, что по закону они должны фактически вот эту ямку, которая образовалась, или трещину заделать, и все? Нет, там есть определенные условия. Вот Виталий Браум лучше меня, и гостищики, наверное, уточнят эту часть вопроса. Надо смотреть контракт. Я не думаю, что они все везде одинаковые, во-первых. Наверное, они и отличаются в разных частях. Но дорога должна соответствовать ГОСТу, который должен быть. А как они это будут выполнять, раз они подписали контракт, они должны выполнять в любом случае. Можем ли мы прогнозировать судьбу почти миллиарда рублей на дороге, которые Киров получит в этом году? Будут эти деньги израсходованы с большим толком, чем деньги полученные в прошлом году? Я очень надеюсь, что это будет с большим толком, а не израсходованы, потому что я все же считаю, что усилился общественный контроль с этими процессами. То есть помимо рабочей группы общественные палаты есть еще ОНФ? У нас очередной предвыборный год, поэтому... К весне-то, когда покажут результаты работы, выборы-то все уже закончатся. Да, выборы закончатся, но выбранные лица останутся. Так, на своих постах. Ну и на постах, на должностях. На должностях. Да, поэтому будет кому отвечать за то, что происходило в данный период. И даже если кто-то будет и не выбран, в этом ничего страшного нет. По крайней мере, в период ремонта дорог они будут более активно себя вести и контролировать... Это очень выигрышно будет предвыборной кампании, осуществлять правильный контроль над действиями дорожников. И это даст, я надеюсь, результат. Конечно, объемы очень большие. Хватит ли мощности, которая имеется на территории Кировской области для выполнения этих задач? Это Вы сейчас про людей говорите, про компании, которые работы именно будут осуществлять. Конечно, конечно. Я не про общественников говорю. А тех компаниях, которые хватит, и техники, и ресурсов у этих компаний, которые будут выдвигаться в конкурсе на ремонт дорог, время покажет. Не получится ли так, что опять все затянется до осени? Давайте будем в хорошем очереди. Оптимисты? Я думаю, что если правильно будут выстроены материальные стимулы выполнения качества ремонта дорог, потому что уговаривать людей бессмысленно это все. Если все будет выведено в хозяйственные процессы, будут в линию материальной плоскости правильно выстроены, это единственный фактор, который влияет на людей. Говорить, что можно морально, совесть включать, мораль в эти вопросы. Если правильно будут выстроены хозяйственные процессы наказания или поощрения материальной плоскости, то качество труда в значительном вопросе. Понятно. То есть это мы сейчас говорим о том, что компании должны сделать такие дороги, чтобы в следующем году их не переделали. Даже если мы перейдем с вами на тему уборки города и чистоты города, то я думаю, что это факторы, влияющие как на ремонт дорог, так и на состояние нашего города, одни и те же. Где осуществляется должный контроль с использованием материальной плоскости этого вопроса? Это штрафы? Конечно, штрафы. Правильное выставление оценки. Там же есть система начисления баллов за уборку, благодаря которой получают немалые деньги компании, выполняющие эти условия. Но в связи с тем, что в длительный период не было существенного контроля по оценке деятельности этих компаний, это позволяло бы им, говорит, воровать материальные средства. То есть они деньги получали, а работы не выполняли. Как это называется? Воровство. Но мы конкретно никого не называем, мы не можем обвинять. Потому что эти вопросы, да, мы не судьи, мы не следственные органы, но мы видим по состоянию того, что мы видим на улице, да, это не вывезенный снег во время. Хотя вот есть места, где вывозят. Вот могу привести пример двора, в котором я живу. Наверное, под воздействием ряда лиц, в том числе и меня, у нас впервые, я не могу это вспомнить, в ближайших пять лет, был полностью один раз, правда, в году в этом вывезен снег со двора. Мы его даже увидели, конечно, поломанный асфальт, но он был сухой определенный период. А сейчас у вас во дворе совсем уже весна? У вас сухой? Да, у нас настоящая весна, но так как стал таять снег в соседних дворах, а ливневая канализация и стоков в дворах технике сделана, тоже. У вас поток? У нас река хорошая такая. Ну, так как у нас с нашего двора дальше есть сток на улицу, то у нас-то еще можно пройти мостков такие, как вот, например, в школе 65-й школе, да, я вот видел. Деревянные тротуары. Да, тротуары, но это хоть хорошо, хоть до этого додумались. Сейчас мы об этом поговорим. Могли бы и бросить. Юрий Львович, я прошу прощения, надо нам прерваться на одну минуту. Напоминаю, слушаем особое мнение Юрия Шельминзона, главного редактора, генерального директора телеканала «Рэнкер». Программа «Особое мнение» продолжается, и я напоминаю, что мы сегодня слушаем особое мнение Юрия Шельминзона, главного редактора, генерального директора телеканала «Рэнкер». Юрий Львович, возвращаемся к городу, да, вот закончили на мостках деревянных, у вас во дворе река. Не, ну она уже уменьшена много, но это тоже от того, что не вовремя были не сделаны сливы для стока воды, хотя об этом многократно вопрос обсуждали с управляющей компанией, которая нас обслуживает. Надеемся, что в этом году, может, попадем в какую-нибудь программу, или сами создадим возможность своего участия, нашего ТСЖ, в ремонте этих вещей. Думаю, что будет получше. Понятно, что та уборка, которая проводилась в этом году, она была проведена с очень плохим качеством. Это вы про уборку снега сейчас говорили? Да, конечно. Про вылаз. Что, да, приводит к тому, что мы сейчас видим. То зима была снежная, согласитесь. Да, снежная была. Ну вот я недавно смотрел несколько репортажей из снежной страны Финляндии. Так. Может, у них просто опыта больше? Да, у них, наверное, просто желания больше. Но главный фактор качества всего того, что делалось, и в тех репортажах подчеркивалось, что штрафы за неубранный снег были просто огромные. И обслуживающие компании в этот период нанимали дополнительных служащих, которые многократно увеличивали свои штаты и убирали снег. Притом уборка начиналась с трех часов ночи. Первая зона главной центральной улицы, это должны были быть убраны в течение трех часов. Дворники работали в том числе и на крышах, если был снег. А потом уже вывозка снега в местах складировались. Притом даже на центральных площадях многих городов складировался снег. Но в течение 8-12 часов он должен был оттуда вывезен в места складирования более дальние. Слушайте, ну вот Финляндия маленькая страна. Смотрите, они находят место для вывоза снега, а мы почему не находим? Говорят, что в Кирове большая проблема с вывозом снега в том числе и поэтому. Нет места для снежной свалки. Финны даже много снега, я вот видел в этих репортажах, которые я видел, скидывают в водоемы. Потому что снег, который спрасывается, не имеет, они соль вообще и наши спецреагенты, они не используют, у них только крошка. А как же машины? Вот машины, ведь это все оседает на снег? Ну, видать, не так много всего оседает. Может, там есть некая предварительная в местах очистка идет, но снег вывывается в водоем, это показано на видеокадрах, которые я видел. Мне кажется, Алла Викторовна, у Бегова она просто с ума сойдет, если в Кирове начнется такое. Нет столько грязи на дорогах, мы же видим, что там дороги выше, чем тротуары, и с газонов грязь не течет, а у нас или отсутствуют бордюры полностью, мы видим во многих местах, и весь почвенный слой на дорогу. Это приводит к тому, что вот такая грязь, которая есть. Ну, мы будем говорить о том, что мы еще сами засоряем очень хорошо город, это выкидывание из окра. Это мы не про снег сейчас уже, да? Нет, про мусор. Про мусор, да. Который вытаил с весной. Да, его достаточно много в определенных районах города. Страшно по городу ходить. Да, это очень неприятно. Я уже не буду говорить о собачьих экскрементах, но я считаю, что есть как часть вины самих владельцев собак немалая, но и городская администрация должна была принять определенные меры, это не штрафы только, я не это имею в виду, создать условия для того, чтобы были эти экскременты убраны. Ну, то есть это мы сейчас имеем в виду урны какие-то, совочки, пакетики. Это мы имеем в виду урны, совочки, пакетики, да, как делается во многих странах. Они, урны-то эти сколько простоят на улицах первого? Вот учитывая, что на скамейки ломают, контейнеры переворачивают. Когда-то у нас ломали скамейки вот в Александровском саду, да, теперь их не ломают. И уже даже у них спинки не спиливают, как раньше делали, и все равно они уже стоят целые, да. Я думаю, что если приучать постоянно население к хорошему, ты привыкаешь к хорошему. Стараешься так и делать, чтобы было хорошо. А когда мы видим, везде грязный снег, наваренные кучи, поэтому это люди и за окон выбрасывают. Бывает такое? Да. Вот я могу сказать, вот опять вспоминаю свой дом, в котором я жил, когда я поселился в этот дом, было очень много квартир, так называемые лимития, вот она. Ну, тут приехавших из разных наших населенных пунктов, которые не видели цивилизованных дворов, как-то так очень неаккуратно относились к двору, который был очень хорошим состоянием, зелененный, много деревьев было, дровы, газон был даже у нас. Выкидывали из окон, потом с определенным временем как-то стали меняться жильцы в квартирах, то есть квартиры продавались, там менялись. И вот с определенным временем, ну, прошло время, обновился состав, да, и, вы знаете, перестали выкидывать, ну, то есть мусора стало намного меньше. Но есть? Ну, есть он, конечно, есть, но не в том количестве, в котором было раньше, когда я заселился в доме. То есть следить надо не только за властями, но и за собой собой тоже. За собой, конечно, обязательно. Ну, я думаю, что субботники, которые пройдут в ближайшее время, я призываю. А вы ходите? Да. Вы ходите? Ну, с самого дома. И всех призываете? С самого дома. Да, нет, ну, еще есть, мы с организацией выходим, надо убирать сквер, который недалеко от нашего места работы находится. Другие места выезжаем, мы выезжаем в Порошино, где очень много людей отдыхает, выбираем после зимнего сезона, помогаем убрать территорию, чтобы в летний сезон тоже там отдыхали, кировчане. Чтобы приятно было гулять. Да. В общем, вы всех призываете ходить на субботники. Да, призываю их, но при этом, говорю, что за чистоту в городе отвечает администрация. И надо штрафовать? Безбожно. Наказывать? Да, потому что у нас нет контроля за, на самом деле, нет настоящего контроля за компаниями, которые вымерли тендеры по уборке города. Юрий Львович, а как контролировать-то? Вот, смотрите, приехал Васильев, выходил в начале зимы. Да не надо этим заниматься. Есть в администрации города, территориальные управления, там инспекторы. Инспекторы, их по 6-7 человек. Вполне при наличии ног и транспорта можно участки закрепленные проверять не раз в месяц или раз в 10 дней, а практически ежедневно это надо делать. И выставлять оценки так, как убрано, а не так, как ставят их. И когда исполнитель заказа увидит, что деньги ему не идут, я думаю, что они примут меры кому, чтобы деньги все же получать. Это достаточно рентабельно. А если наоборот окажется? А становится он супер рентабельным. Я не буду говорить, что это на уровне продукции наркотиков, конечно. Но это очень рентабельный бизнес, за него борются. Мы видим, что у нас не снижается количество управляющих компаний. Юрий Львович, мы же понимаем, что все вот эти вот вещи, они проходят все равно через конкурсы. То есть есть компании, которые поставили двойку один раз, два раза, три раза, в конце концов наложили на нее крупный штраф. А компания сказала, у меня нет денег платить рабочим, извините, я завтра не выйду на работу. И что? И середина зимы. Поверьте, что компании, желающие заниматься уборкой в городе, будет море. То есть должны быть какие-то запасные игроки получаются. Наверное, для этого есть администрация, которая может продумывать эти вопросы. Понятно, не наша с вами задача. Хорошо, давайте с коммунальной темой пока закончим. Мы платим налоги, вот наша задача. Наша задача в этом, да. И перейдем немножко к другой теме, тоже такая связанная с общественной активностью тема. Я бы хотела спросить вас о митинге, который был у нас в минувшие выходные на Театральной площади. Речь идет об акции «Вместе против террора». Организована она была по всей России, не только в Кирове. Но в разное время в разных городах проходила, не только 8 числа. Вот, тем не менее, хотела узнать ваше мнение. Как вы относитесь к подобной миссии? Я хочу, конечно, выразить слова своего искреннего сожаления и сочувствия в адрес близких погибших и пострадавших. Ну, это понятно, конечно. Хотя и поздно уже, но так как я не был в вашем эфире, я сам был на этом митинге. Так. Необходимость этих митингов, как вы говорите, если у них необходимость, ну, это каждый человек должен для себя выбрать. Желает он принимать участие в этом митинге и не желает. Ну, вот, насколько я вот знаю, что никакого насильственного, особого насильственного приглашения на этот митинг не было. Рекомендовали, да, были такие письма, я их тоже видел. Ну, как раньше, там, разнарядки с вашей организацией, там, 5 человек живут, 20 человек. В этот раз вот, насколько мне известно, такого не было. Ну, мы же знаем, как относятся к письмам рекомендательным за подписью начальников больших. Ну, это дело каждого, как он именно реагирует. Понятно. Вот были высказывались, вот ямарка была в этот период, что это снизило там качество митинга. Ну, во-первых, никто не знал, когда этот митинг произойдет, а ямарки у нас плановые. Ну, поэтому винить организаторов этого митинга, что на площади была ярмарка, я считаю, нелогичным. И запрещать ярмарку по такому поводу. Может быть, просто митинг надо было в другом месте где-то? Веселья никакого не было на ярмарке, это не такая непрессовая, как говорится, ярмарка была. Поэтому проходило достаточно корректно. Единственное, что все же это был такой митинг соболезнования жертвам этого террористического акта. Некой солидарности. Да, некой солидарности с Петербургом, с жителем Петербурга. И приходить с флагами партии, я считал бы, это некорректно. Это не было таким вызывающим, это было ненасильственно, но это немножко другое мероприятие. И подчеркивать свою партийность на данном мероприятии, я считаю, не очень хорошо. Юрий Львович, ну то есть нехорошо, потому что мы можем это воспринимать как некий пиар политических партий? Ну, может кто-то это воспринимал. Я не воспринимал это пиаром, потому что этот пиар продается немножко по-другому. Я думаю, что кто-то перестарался после этого вопроса. И вот я слушал выступающих, которые говорят, то все в основном говорили о том событии, которое произошло. И только один выступающий перешел на политические лозунги, что считается совсем некорректным в данном мероприятии. И это неправильно. Это мы сейчас про Сергея Павлиновича Мамаева говорим? Да, в том числе, да, Сергей Павлинович. Понятно, Сергей Павлинович был у нас вчера в эфире и объяснял, почему он говорил. Ну, у него, наверное, не было другой трибуны, он воспользовался трибуной. Хотя это неправильно, в моем понимании. Хорошо, значит, политические партии могут ходить под флагами, но лучше не надо. Нет, они будут ходить на своих мероприятиях, это очень хорошо, это правильно. Но с другой стороны, ведь они как-то должны себя обозначить. Нет? Может, это для картинки нужно было сделать, для отчета какого-то? Я не думаю. Говорят, что политические партии тоже настойчиво просили и приглашали прийти на подобные акции. Ну, это неплохо, что они приглашали, это правильно? Нет, это правильно, конечно. Но, может, им потом просто отчитаться надо было, может, поэтому они с флагами были. Можно было в фотошопе всего. Я поняла вас, Сергей Львович. Ну, давайте все, да, с этой темой, наверное, тоже закончим. Сделаем небольшой перерыв, у нас рекламная пауза, через две минуты вернемся. Продолжаем выслушивать особое мнение Юрия Шлемезона, главного редактора, генерального директора телеканала «Рэнкиров» Юрий Львович. Ну, теперь прямо вот вообще к вашей теме. РБК пишет, в Кремле задумались о перенастройке российского телевидения. Речь идет о том, чтобы телевизионщик, и, видимо, в первую очередь, все-таки федеральные каналы, перестали уделять настолько много времени эфирного внешнеполитической повестке, и переключились как-то все-таки уже на внутренние российские проблемы. Ну, я чувствовал, что точка информированности о внешнем мире достигла уже такого очень критического уровня. Ну, то есть у нас говорят, 70% того, что есть на телевидении, это международные панорамы. Ну, я хочу сказать, что я вот непередически вот часто смотрю 8-часовой выпуск новостей на канале номер один ОРТ. Угу, угу. И были выпуски, где 100% информации касались внешнего мира. Ни единого сюжета о событиях в Российской Федерации не звучало. Ну, в крайнем случае, это была какая-то суперавария, так называемая. То есть либо что-то трагическое, очень трагическое. Да, очень трагическое. А инфократ, как мы говорим, ничего положительного о жизни не звучало. Ну, там же тоже неглупые люди в администрации президента. Ну, там, тем более, сменился товарищ, который отвечает за все, да? Они у нас тут периодически там меняются. С Кириенко. Да, и было понятно, что уже перенасыщение внешней информацией достигло того, что от телевизора стали в сторону уходить, а без телевизора в нашей стране жизни нет. И перебор был во всех этих ток-шоу. По той же самой тематике мы осматривали только... Ну, можно же хорошо ругать так, что происходит в соседних странах. Безболезненно для самих телевизионщиков за это не улетит. Поэтому так и произошло. Но, проведя определенную аналитику, осознали, что это и есть перебор большой. И была сразу кнопка нажата. И мы увидели буквально на второй день после этого сообщения, которое прозвучало в ряде СМИ, что новостная панель, она изменена. По вашей оценке, примерно в процентном соотношении, можно сейчас сказать? Сейчас все равно международная часть занимает не менее 40%. Если не 60, 60% процентов 60% занимает внешняя палитра новостей, но появились сюжеты о жизни в нашей стране. Юрий Львович, вы человек многопутешествующий, я так думаю, что и включающий телевизор, да, в тех странах, где бываете. Скажите, пожалуйста, а в остальных государствах там примерно такой же расклад? Ну, понятно, что все зависит от конкретного дня, информационных поводов, еще чего-то. И тем не менее, ну вот 60% международные... Нет, такого я не знаю, нигде. Даже вот каналы, которые там постоянно занимаются, CNN, BBC, Sky News, ну, международная часть все же не такая большая. Вообще, локальные станции за границей занимаются только местными новостями. Даже если мы возьмем, я имею в виду, локальные там, ну, как у нас область, город, да, понятно, там даже вообще ничего международных новостей не бывает. Я буду говорить о федеральных, так называемых, станциях, то все равно международная часть занимает очень незначительная часть, а все идет о том, что... Ну, то есть процентов 10-20 примерно. Да, не более того, да. Получится ли у нашего телевидения к этому прийти, и вообще увидим ли мы когда-то это? Ну, вот в ближайшем обозримом будущем. Я думаю, что в ближайшем обозримом не будет еще пока. Но зато скоро ведь выборы, Юрий Львович. У нас же должны рассказывать о том, как все прекрасно в России. Как будут выборы, так все и будет. То есть будем ожидать этого где-то ближе к осени, к зиме. Ну, да, наверное, в 2018 году. В 2018 году. Хорошо, ну, вот такая оценка. Еще хотела поговорить с вами о теме, которую мы обсуждали буквально час назад в развороте. Речь идет о предложении депутата Виталия Милонова. Мы сейчас говорили с вами о том, что все больше и больше людей уходит в интернет. Мы понимаем прекрасно, что люди уходят туда читать новости, люди уходят туда общаться в социальных сетях. И очень часто бывает так, что социальные сети собой подменяют в том числе и новостные какие-то ресурсы. Да, потому что все, что тебе нужно, ты можешь узнать там побольше. Телеграмм, всего телеграмм-ботом еще раз. Найти ссылки, все что угодно. Вот, Виталий Милонов полагает, что нечего делать в социальных сетях людям, а россиянам, простите, моложе 14 лет. У него более широкий законопроект, и вы все вот на эту часть обратили повышенное внимание. У него, значит, включено что в его рабочий проект, который нанесен. Это о запрете и ограничении использования социальных сетей в рабочее время, чтобы это прописалось в трудовых договорах. И предлагается уже сразу же штрафовать до 5000 рублей предоставление регистрации в социальных сетях без паспорта. Так. И запретить пользоваться социальными сетями ранее 14 лет. У него такой обширный законопроект. Я все же думаю, что это его личная инициатива в этом вопросе была. Потому что высказывание представителей «Единой России» господина Ревенко по этому поводу было очень отрицательным. На самом деле. Критичным. Критичным, да. Я думаю, что это такая проверка... Пробный шаг. Пробный шаг, да. И это делается неоднократно на семене в нашей стране. Такой проброс. У нас есть Мизулин, у нас есть Гарвай, у нас есть Нилонов. У нас много таких, Аклонская, да, которые могут такие шарики забрасывать. Мы будем бурно обсуждать. Это еще раз отличает нас от дорог и от всего остального. То есть вы думаете, что это такая ширмочка просто, да? Да, это шары, потому что я вообще не помню инициативу Милонова, которая... Ну, на федеральном уровне у него, слава богу, еще вообще ничего не приходило. Потому что такие инициативы он совсем недавно предлагал. Приравнять нежелание иметь детей к психическому заболеванию. Такой законопроект. Инициатива у него была. Ну, много инициативов. Оригинальные товарищи. Он очень такой оригинальный товарищ, да. С определенными наклонностями. Поэтому я думаю, что это все чуша, которой не стоит даже говорить. Понятно, что есть проблема социальных сетей. Да, она существует реально, особенно у детей. Но есть же возможности родителям объяснить, что можно ограничивать доступ не детей в социальные сети, а в аккаунты этих детей. Понятно, что в стране есть не все, не все люди нормальные. То есть надо таким образом следить и регулировать? Ну, да. Просто разговаривать, что все время запрещать жить невозможно. Просто если родители обращают внимание на своих детей, то тех проблем, которые могут возникнуть, они не возникают. Хорошо. Если все-таки мы чуть-чуть более подробно на этой теме остановимся и вот решим, что да, к Виталию Милонову прислушаться. Технически, технологически это возможно сделать вообще? Практически невозможно, конечно. Любой специалист, который в области интернета работает, понимает, что это обойти всегда возможно. Ну, действительно, отпечатки пальцев мы же не будем сдавать никоим образом. Так же, как есть закрытые сайты, которые тоже через УПН заходят, те, кому это надо делать. У нас достаточно много законов, которые ограничивают доступ детей к информации, которой реально не надо, чтобы она их касалась. У нас много принятых законов. Есть здравые достаточно законы, которые надо выполнять, ограничения возрастные. Ну, много уже мы успели поработать с ограничениями. А в целом, Вы как считаете? И вполне их хватит выше головы. Вот государство должно все-таки регулировать каким-то образом социальные сети или нет? Ну, в смысле того, что если там порушается закон, да, у нас есть возможность блокировки скремистских сайтов, да, и других аккаунтов, которые караются их действия законом, это должны делать. Все остальное, я считаю, не нужно вмешательство в ту личную жизнь, которую ведет человек на территории нашей страны. В общем, пока человек не нарушает закон, пусть пользуется на здоровье всеми социальными сетями, которыми захочет. Юрий Львович, еще у нас остается две минуты. Все-таки я задам Вам этот вопрос. В новом сезоне в Победилово начнет работу новый федеральный авиаперевозчик, сообщили накануне наши коллеги в новостях. Значит, аэропорт Победилово совместно с авиакомпанией PegasFly приступит к выполнению регулярных рейсов в Симферополь. Ну, и помимо Симферополя мы будем летать в Анапу, в Сочи. Понятно, что мы летаем в Петербург и в Москву. Вот, как Вам кажется, все-таки оживает наш аэропорт или нет? Стартует отпускной сезон. Ну, вот если говорить о том, что говорят в последнее время туроператоры, что продажа путевок ранее приобретаемых на территорию Сочи и Крыма снизилась, это вызвано ростом продаж в Турцию, в том, значительно, 4-5-кратные. Поэтому я в связи с этим думаю, что нас и предупреждают, что в Турцию очень плохо ожидается в ближайшее время, потому что такой резкий... Большой поток. Да, поток. И отток. Ну, отток, да. Отток от других. Большой поток отток. Отток от отдыха может вызвать такое... Ну, я не думаю, что еще, во-первых, для того, чтобы летать, надо иметь средства, чтобы летать, а резкого роста благосостояния населения как-то так не замечается, незаметно особо, хотя наши статистические органы утверждают, что у нас все в этом вопросе очень хорошо. Поэтому я не думаю, что резко возрастет оборот нашего... Аэропорта. Да. Поток пассажиров... Пассажиропоток резко вырастет, что позволит снизить резко... Цены. Цены и затраты на эксплуатацию нашего аэропорта. Как-то очень пессимистично смотрю. Юрий Львович, вот смотрите, я просто проанализировала буквально, вот там 5 минут, зашла, посмотрела на сайте. Значит, Киров-Петербург на 17 апреля, билет от 6200 рублей, Саратовская авиалиния. Киров-Сочи, 16 июня, я на лето смотрела, от 9 тысяч рублей, Ишавия, это все в одну сторону. Киров-Симферополь, 17 июня, да, середина месяца, от 8500 рублей. Я обращаю внимание, там еще Сочи и Крым, середина июня это еще не совсем сезон даже, да. Вот, Киров-Москва, вот ближайший на завтра, почти 6000 рублей, Саратовская авиалиния. Мы вспоминаем благословенные времена, когда у нас была компания Победа. Это же очень плохая компания. Это хорошая компания. Мне же очень неудобно летать, вас все время там ругают, не дают вам проносить чемоданы, сумки. Вот, на собственном опыте, на 3 июня взяли билеты из Барселоны в Москву. 2500 рублей стоит билет на Победу, прямой рейс, вылетает в 11 утра, прилетает в 5 вечера. Вы же понимаете, что я смеялся на всеми вечера. Почему наши региональные власти новые, они так не задумаются над этим вопросом? Ну, нам же объяснили, что это очень узкая категория людей, которые пользуются услугами компании Победа, а вся область за них платит. Вот было вам такое объяснение, что сказано. Ну, слушайте, даже я не политтехнолог, даже я понимаю, что возвращение Победы это хороший предвыборный ход. Но это не так просто спрос на Победу, все же при ее не особо любви к ней, но в отдельных аспектах, да, там есть проблемы в ее вопросах, да, когда там детей, мать с ребенком рассаживают и просят за это дополнительные деньги, ну, есть там, но это лоукостер, к этому надо привыкнуть. И в буржуйских лоукостерах тоже есть такие же, и более суровые, там, проблемы с нераспечатанным посадочным листом, перегрузом. То есть, каждая компания имеет свои проблемы. Конечно, неплохо бы иметь лоукостера и в Кирове, я думаю, что тогда пассажиров поток очень близко возрастет. А почему он не думает об этом? Или думает, просто мы не знаем? Я думаю, что думает, но просто не знает. Просто не знает. Ну, ладно, будем надеяться, что придут все-таки новости хорошие. Да, хорошие. А не только, а не только билеты на ЮГА по 9 тысяч рублей. В одну сторону. В одну сторону, да. Юрий Львович, спасибо большое. Юрий Шлемензон, главный редактор, генеральный директор телеканала РЕН, был у нас в особом, РЕН Киров. Был у нас в особом мнении. До свидания. Спасибо, все, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok